друзья всем привет сегодня у нас жилой комплекс шереметьевский закончили этап инженерного ремонта и в этом видео покажу вам дизайн-проект а также расскажу про все этапы инженерного ремонта после того как мы сделали демонтаж ремонта от застройщика пик мы приступили к возведению перегородок перегородки мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров иногда используем 75 миллиметров и реже используем блок 50 миллиметров есть проекты где идет блок 200 миллиметров если нам нужно обыграть монолитный пилон и достроить какой-то участок стены этот материал мы выбираем потому что он оптимальный цена-качество хорошие шумоизоляционные свойства не забываем при устройстве перегородки армировать кладку мы это делаем при помощи базальтовой сетки в районе дверей обязательно перемычки мы используем уголок 45 на 45 миллиметров полку заворачиваем вовнутрь для того чтобы с этой стороны и с обратной была хорошая адгезия обязательно красьте уголок до начала монтажа это грунтовка для металла должна высохнуть прежде чем смонтировать уголок на стену перегородки мы не доводим до потолка 2-3 сантиметра оставляем демпферный шов это делается для того что когда у вас сосед сверху сделает ремонт плиту перекрытия нагрузит при помощи своих там черновых материалов мебели и так далее есть вероятность что плита просядет на миллиметр 2 кто и больше некоторых случаях и будет давить на вашу вновь возведенную перегородку и есть вероятность появления трещин поэтому оставляем зазор 2-3 сантиметра которую мы впоследствии запениваем при помощи монтажной пены важно на этапе возведения перегородок сразу задать правильную геометрию помещений вот посмотрите какой у нас длинный коридор и здесь у нас все стены должны быть параллельны потому что на этапе устройства чистового покрытия это будет керамогранит либо ламинат либо инженерная доска неважно у вас возможны выйдут подрезки слева или справа поэтому необходимо сделать чтобы эта стена и это было параллельно после того как мы закончили возведение перегородок приступаем к сразу механизированной штукатурки на всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации на во первых это быстро и во вторых смесь замешивает машина а не человек то есть на каждом участке стен у вас смесь имеющая одинаковые тактики технические характеристики это очень важно потому что всегда есть уверенность что в любом месте прочность штукатурного состава везде одинаковая и не будет таких участков где штукатурка может отвалиться а где-то она будет держаться десятилетиями штукатуре мы немецкими станциями pft ritme xl сейчас вот купили уже девятую станцию поэтому на всех наших объектах мы пользуемся только механизированной штукатуркой и вот уже на этапе механизированной штукатурки мы финализируем геометрию делаем углы 90 градусов также параллели 90 градусов у нас во всех мокрых зонах то есть зона санузла ванные комнаты коридоры а также кухня обязательно делаем все под 90 градусов потому что когда приедут мебельщики они будут непреклонны и требовать максимально ровные стены и углы 90 градусов на этапе штукатурных работ аналогично с этапом перегородок не доводим штукатурку до потолка тоже чтобы ваша плита перекрытия не давила на штукатурку и уже потом финально заполняем демпферный шов при помощи монтажной пены во всех помещениях мы используем гипсовую штукатурку а во влажных зонах то есть это зона санузла ванной комнаты мы используем влагостойкую гипсовую штукатурку от производителя старатели старатели оптимум и вот мы закончили штукатурные работы даем отдохнуть штукатурки 5-6 ну там максимум 10 дней все зависит от толщины слоя от погоды на улице в это время штукатурка отдает влагу набирает прочность потому что если вы сразу приступите к штраблению есть вероятность что штукатурка отвалится то есть необходимо дать штукатурки отдохнуть и после того как штукатурка набрала прочность приступаем к монтажу черновой сантехники замены отопления здесь не было потому что здесь централизованное отопление вода квартиру у нас попадает под потолком вот идут трубы от стояка водоснабжения по потолку идут к водомерному узлу вот такой водомерный узел мы здесь собрали здесь у нас есть все и вводные экраны система защиты от протечек редуктор давления фильтра тонкой очистки магистральные фильтра проточный водонагреватель здесь тоже поместился и очень удачно это пульт управления системы защиты от протечек коллектор на горячую и холодную воду не забываем про компенсатор гидроудара в случае какой-то поломки или аварии в системе водоснабжения ваша система выдержит любые перегрузки не забывайте делать шум изоляцию стыка канализации потому что вечером когда будете ложиться спать будет вокруг тишина а по трубе будет стекать потихонечку водичка и это будет вас раздражать и мешать набираться сил отдыхать это абсолютно доступная история поэтому сделайте ее просто по определению чтобы она у вас была чтобы уже когда вы зайдете в квартиру вы не чувствовали дискомфорта и по нашим стандартам после черновой сантехники мы должны приступать к стяжке но здесь был наливной пол от застройщика и мы естественно его оставили чтобы наш заказчик не переплачивал деньги за дополнительные работы также мы должны были сделать систему отопления по нашей дорожной карте но так как здесь вот видите централизованная система отопления мы ее не трогали чуть позже просто заменим радиаторы при этом надо будет сделать переварку системы отопления и следующий этап это черновая электрика электрику мы делаем по потолку в серые полах агафри агафрай клипс у нас вот производителя дкс кабель ввг нг лс concord это один из лучших производителей по соотношению цена-качество щиток у нас расположился вот в такой нише здесь у нас будет встроенный шкаф который закроет от глаз все инженерной коммуникации и будет к нему абсолютно легкий доступ в любой момент можно будет открыть и отключить любой потребитель по необходимости как только сделали черновую электрику покупаем самые дешевые розетки и выключатели устанавливаем их и проверяем как у нас работает вся электрическая цепь по всей квартире вот на этом этапе приходит заказчик на квартиру проверяет как у него организовано освещение возможно захочет добавить какие-то пару розеток и выключателей и в этот момент можно очень просто быстро переместить выключатели влево вправо вверх вниз потом это тоже можно сделать но просто это будет долго и дорого поэтому лучше на этом этапе пройтись по квартире и посмотреть удобство включения выключения света далее у нас идет этап по работе с окнами окна мы заменили убрали окна застройщика и поставили новые стеклопакеты и работы которые связаны с окном у нас еще есть это откосы откосы любят делать пластиковые чем больше пластика в квартире тем лучше но нет лучше сделать откосы под покраску это классика которая будет актуальна всегда в данном случае у нас откосы выполнены из гвл а вот если вы посмотрите откос немножко развернута делается для того чтобы когда при установке малярного уголка у вас не было разворота в обратную сторону и по факту вы получите откос 90 градусов кто говорит что откос должен быть развернутый чтобы больше попадала света эта информация где-то из пятнадцатого шестнадцатого века так делать не нужно откос должен быть 90 градусов следующие работы это работы по устройству шумоизоляции здесь мы шумоизолировали стены которые сопряжены соседними квартирами для этого мы используем zips вектор что здесь важно учитывать если у вас есть розетки на стенах где выполнена шумоизоляция не пожалейте денег на акустические подрозетники они стоят также как и вся шумоизоляция но они резко повысят эффективность вашей шумки поэтому эти элементы обязательны если у вас есть шумоизоляция в квартире также по периметру мы делаем двойную ленту которая отсекает плиту перекрытия снизу сверху от вашей шумоизоляции все щели между листами между стенами проходимся при помощи специального акустического виброгерметика что хотел сказать по поводу трассы кондиционирования иногда про нее забывают да то есть трассу кондиционера вы можете сделать сейчас на этапе чернового ремонта а сам блок повесить уже через полгода через год через два когда вам будет удобно но трасса лучше заложить сейчас потому что если вы это будете делать уже когда вы живете в квартире уже сделан ремонт это грязные черновые работы вся квартира будет в пыли закрытым способом это сделать не получится это будет все через какой-то накладной кабель-канал поэтому заранее позаботьтесь о том чтобы у вас были проложены трассы кондиционирования вот такой интересный проект у нас получается все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру цап который оставлю описание к данному видео спасибо что досмотрели этот ролик до конца всем пока